это на руках я старую играться блять хорошо ладно ладно нормально живет нет это колотки взрывающиеся они вообще раздражают спокойно на лосс заебись а нормалек блять на детку старый убери вот так-то ковы кера ты ломаешься какая у тебя подстава чего признавать убить ее нахуй ибо нехуй нехуй тут стоять и мешать не проходить и дороги и 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 это как так так надо было ли это какая-то подъемка более прям повезло сейчас портанул смотри как хорошо ты знаешь блядь и солба пиздюков тащил лучшие стримеры мы любим жопная кара тебя достигла дружище класс и бать на аморал и будет вообще-то вконтакте или блять визит таки аморал аморальный люди привет от твоего чебут или из тюмени очень красивая стремерша не помним а почему тебя все обсирает пейку мысли жопная анальная чебоксарскую подавись слышь ниндзи откуда такие звездочки они запрещены официально везде так спокойно нихуя Ну что же, здравствуй, мальчик Пашенди, пацанючек, здравствуй, Димыч Андреевич, Димасич Андреевич, ну и так далее. Итак, приветствую вас в новом сезоне прохождения Resident Evil 5, во втором сезоне. Ну что же, с чего бы начать сезон? Ну, во-первых, начнем с того, что я наконец-таки написал экзамены, и по русскому, и по математике, и по физике. Хер его знает, как я их написал, хорошо или плохо, это будет известно уже потом. Но главное, что я их написал три дня подряд, это была просто мучительная смерть, понимаете? Это была мучительный ад, я бы даже сказал, вот так. И так что я пришел недавно с физики, последней написанной, вот у нас умочка. И теперь для вас записываю новый, начинаю записывать новый сезон. Ну и перейдем непосредственно к самому сезону. Ну что же, вспомним, вспомним прошлые части. Так, разодеваем. В прошлом сезоне, как вы помните, в последней серии я не разговаривал, потому что у меня спала мама. Но вместо этого я вставил очень смешную озвучку и музыку под тем. Значит, мы с Кали Ирвином, мы отправились на машинах именно на болото. Мы оборонялись от стаи зомби на мотоциклах, от стаи африканцев на мотоциклах. А также мы оборонялись от злостного и большого Эль-Гиганта, который хотел нас убить. Это был батя того самого Эль-Гиганта из Резидента Л-4. Так что... И теперь мы попали на болото и продолжаем поиски нашего Ирвина, которого озвучивают, как вы уже знаете, кто. Мистер Ботаник Володя Ржава. Ну, именно Ботаник, образ именно Ботаника. Так, ну что же, мы начинаем. Мы начинаем второй сезон. И начнем его с того, что у меня немножко изменилась позиция камеры. Теперь я снимаю не справа камеру, не справа камеру, у меня стоит, а слева. Теперь вы меня будете видеть немножко в другом направлении. Но это не изменит само прохождение. Прохождение будет идти... А, причины. Почему я записываю в таком положении? Первая причина, потому что я хочу перейти на новый уровень. Чуть-чуть. А вторая причина, потому что, блядь, телефон разрядился, а розетка находится так далеко именно слева. Поэтому я слева его и поставил. Потому что справа она не дотянется. Вот она и логично объяснит. Так, ну что же. По времени будет второй сезон идти так же. И, кстати, хочу по времени, да, так же минут 30 плюс-минус. Хочу сказать, что в отличие от Resident Evil 4, возможно, Resident Evil 5 в плане сезона затянется намного. Только на более большое количество. То есть, как мы помним, в Resident Evil 4 было 3 сезона. Здесь же может быть 4, может быть 5. В зависимости от игры, от нового воображения. Итак, ну а мы включили карту и подбираем пластин. И сейчас я объясню, зачем нам еще нужны эти пластины. Значит, с чего началась эта серия? Эта серия началась сразу же с озвучки, с ролика. Не с руль, с ру, с руль, срать. А с ролика началась эта серия. Так, ну, для сокровища. Где Крис вспомнил былые времена с Джилл, со своей напарницей. И он утверждает то, что Джилл жива. И то, что нужно ее найти. Возможно, именно Ирвин откроет им все карты. Именно по нахождению Джилла и что с ней такое вообще случилось. И, собственно говоря, мы увидели флэшбэк о том, как Крис и Джилл дрались с Вескером. Кстати, Вескером будет озвучивать ммошка, как мы знаем. Ммогу плей. Он, конечно, озвучивал уже Салазар или Салазар из Resident Evil 4. Но все равно он хочет уже озвучивать ммошку. Я, кстати, в белой рубашечке. И, короче, будут дополнения Lost at Nightmaras, затерянные в кошмарах. Которые я буду проходить только по твоему желанию, мальчик. Ну и по желанию Димыча, если он, конечно, вообще захочет. Если он, конечно, вообще смотрит это видео. Так, ну что же. И Шева рассказала нам о том, что погубила ее родителей, когда она была еще маленькой. Это биологическое оружие, которое... Ну да, оно погубило ее родителей и оставило ее совершенно сиротой. Поэтому она поступила в отряд в BSAE и теперь тоже разбирается со всеми такими подобными ситуациями. Ну что же, мы нашли какой-то труп и записка. Труп агента BSAE, бедняка. На КПК не отправленное сообщение. Так, давайте прочтем. Рапор. По данным, имеющимся на сегодняшний момент, представляется, что большая часть группы Дельта была уничтожена с момента их запроса о помощи до настоящего прибытия в район. Один из маяков все еще передает активный сигнал, поэтому мы отправились на перехват возможных выживших. Пока мы были в пути, сигнал маяка прекратился. Судя по последним координатам, маяк прямо перед нашим текущим расположением. Сейчас наш путь переграждает задрайанная дверь, так что проникновение может быть затруднено. Конец рапорта. Скорее всего, этот чувак и написал этот рапорт, а Крис просто нашел у него в кармане этот рапорт. Ну и он, к сожалению, убил. Итак, в общем-то, рассказал я события, что вообще происходило. То есть, помимо того, что вирус Ураборос проник в Африку, да еще и нужно разобраться и поймать Ирвина. Возможно, он связан с распространением вируса, и он может раскрыть нам карты, где находятся Джилл и Вескер. Крис очень давно мечтает раскрыться с Вескер. Но мы помним, что Джилл и Вескер упали с окна, и Крис поначалу думал, что они разбились. Но, возможно, не тут-то было, и это не так. В этом сезоне, что появилось новенького? Во-первых, ну, кроме моей позиции, также мы теперь можем управлять транспортным водным средством, что не может не радовать. Ну, а во-вторых, будет новая смешная озвучка, и все в этом роде. Надеюсь, сейчас меня видно. Кстати, я включил вспышку, потому что тогда мое лицо будет видно не полностью. Вот сейчас, конечно, и 2 часа дня, но все равно выпал снег. Кстати, у нас сейчас уже зима началась. Ну, то есть, не то, что зима, там, декабрь, январь, сейчас еще, конечно, 1 ноября. И, кстати, все равно, все равно снег идет, погода пасмурная, и на улице холодно. Итак, что еще хочу сказать? То, что, как вы помнишь, я закончил прохождение Резидента Луч-4 ровно год назад, 30 октября. Ну, 2 дня плюс-минус. А сейчас я закончил в этом году, в 2016 году. То я закончил Резидент Луч-4 в 2015 году, а это только первый сезон я закончил в 2016 году, по-самечу. Так что, такие вот дела. Итак, мы приплываем на первую метку. Как ты видишь, у нас есть карта, и по карте отмечен такой желтенький кругляшочек, миграющий желтенький кругляшочек. Именно сюда, именно сюда нам и нужно вставить деталь, которую мы нашли на первой половине острова. Вот эта деталь, которая слева, слева экрана. Таких деталей нужно найти 4 штуки. Одну мы уже нашли, поэтому нам осталось найти 3 штуки. Они разбросаны по всему этому острову, а для того, чтобы нам было легче их обнаружить, мы возьмем вот эту вот карту пластин. И теперь на карте появились красные крестики. Именно на местах этих красных крестиков и находятся наши 3 пластины, которые нам нужно вставить для того, чтобы открыть ту дверь. В общем-то, все логично, это же резидент. Ну что же, все то, что я хотел рассказать, самое главное, что у меня было прокручено в главе, я рассказал. И теперь переходим непосредственно к самому, к самой игре, к самому геймплею, и начинаем уже дальше исследовать этот опасный, ужасный мир 5-го резидента. Ну что же, надеюсь, второй сезон тебе понравится больше, чем первый. Ну, также в конце этого видео комментирую, как тебе первый именно сезон, понравился ли он тебе, не разочаровал ли он тебя. Да, я по шейте понимаю, что ты хочешь поиграть в Resident Evil 5, не хочешь спойлеров, но запомни, я же делаю это прохождение в основном именно в наклоне на озвучку, поэтому именно в плане озвучки тут будет смешно. Ну, тем более, ты должен знать сюжет, ведь, как ты помнишь, когда я начал проходить Resident Evil 4, я тоже наполовину знал сюжет, когда видел, как играет Васек еще в самом детстве в Resident Evil 4. Так, ну что же, ну а мы приближаемся к первому крестику. Кстати, этот крестик мы должны были... Так, путь захробожден. Этот крестик по добыванию деталей, тут находится один такой маленький островочек, и именно там, на этом островочке мы найдем... Блин, куда плыть-то? Мы найдем деталь. Найдем деталь, но в отличие от первой детали, эту деталь, вторую, будет взять не так-то просто, как может показаться на первый взгляд. Так, а мы просто отплываем. Нифига, а что делать-то? Также, чтобы ускориться на этом транспортном водном средстве, нужно просто зажать Shift. Так, куда плыть-то, блин? А, все, вот, нашел. Нашел я место, куда плыть. Вторая деталь добывается легко, третья деталь добывается средней, и четвертая деталь добывается уже тяжело. Но это, кстати говоря, по-моему, средний уровень добывания деталей. Именно этот крестик. Потом будут легкий и тяжелый. Так что мы попали на средний уровень. Да, и самое-предсамое главное, что я хочу сказать. И сейчас ты узнаешь, что я имел в виду. Так, для начала давай тут все рассмотрим и все соберем. Так, у нас зеленые трава. Ладно, пока использовать не будем. Так, как же это вспышка меня ослепляет, конечно. Так, 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 что у нас здесь? Сокровище. Это не деталь. Так что не путайте. Не путайте, ребят. Да! Появляется новый вид врагов. Аборигены. Они тоже из Африки. Что я хочу сказать по поводу этих так называемых аборигенов. Дерутся они в 5 или даже в 10 раз мощнее, чем африканцы. Двигаются гораздо быстрее. Их ЭП у них гораздо больше. И они намного-намного проворнее и маневреннее. Так что с ними шутки плохи. Нужно очень аккуратно их убивать, чтобы не умереть. Так, у нас Ушевы. Блядь. Бляха, то есть. Блин, 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 блинский. Так. Вот жалко, что у нас нет гранат. У нас есть гранат, но почему-то они, они Ушевы. Они Ушевы, господи. Отлично. Сейчас мы их подожжем. Ну что, боитесь огня? Боитесь, я знаю, что боитесь. Не пойму, нафига я себя-то поджег. Так, быстрее запрыгнем, кстати. А, да, я же музыку отключил. Так что... Сейчас. Настройки. Настройки звука. Без музыки-то немножко так неинтересно. Так, хорошо, что он промахнулся. Так, мы берем дробовик. Ай! Ай! Помогите! Я Сифарков просто терпеть не могу. Так, кидаем туда. Немножко не попал. Ладно. Отлично! Нет, аптечек. Забрать, забрать, забрать. Так, этого мы и так убьем. Пошел ты, что ты к бабе пристаешь? Слышь, это моя тёлка, слышь. Блях он. Только же мне бесит, что они так из-под тишка атакуют. Вот так вот сзади. Вот то, что у африканцев, что эти дебилы. Сзади все атакуют. Выборцы сзади меня так. Просто они все хотят мои нервы поистрепать. Господи, да что ж такое? Их, кстати, уже нельзя задавить каблуком. То есть можно, но уже очень редко. Да, и они, кстати говоря, прыгают. Они прыгают. Что не могли делать африканцы. Отлично. Но им тоже. Тоже можно ломать шеи. Так что это, конечно, хорошо. Потому что, разумеется, и у этих аборигенов, так называемых, тоже может из головы вылезти этот сука Лас Плакис. То есть Ураборус. А вот и деталька. Ну что ж, мы были на волосок от смерти, но мы её не встретили. Это хорошо. И прошли мы средний уровень по добыванию детальки. Ну что ж, если уж это средний, то представляю тогда, какой тяжёлый будет. Так, давайте мы садим ещё и патроны. В принципе, у нас сейчас хорошо всё идёт, потому что у нас есть три зелёных раната. Что меня не может не радовать. Ну а мы теперь должны выбраться. Выбраться из этой локации. Подошли, под локацией. Но не тут-то было. Вы думаете, ну всё, ну убил чё, ну всё. Давайте просто пойдёмте добывать третью деталь. Но нет. Эти собаки так просто от нас не отстанут. Так что... Они к нам вернутся. Бля, халупо. Ну и... Велика беда потерь. И вот начинается. Начинается у нас жесть. Ой-ой-ой-ой, подожди, подожди. Что же делать? В общем, не знаю, говорить вам это или не говорить. Короче, я уже записывал. Я пытался записать это прохождение, эту часть. И у меня всё закончилось провалом. Видео не на камере, а видео в фрапсе остановилось. И компьютер просто завис. И вот я ещё второй раз перезаписываю видео. Вот она на этом месте зависла. Я сейчас просто боюсь, понимаете, по шее. Так что я сейчас... Если я буду бежать, вы не обещаете внимания. Помедленнее. Так, давайте сейчас она этих убьёт. Так, не зависай. Не зависай, игра, пожалуйста. Не зависай, запись. Не записай. Не записай, пожалуйста. Не зависай. И тебе миллион рублей дам. Не зависай. Бляха. Не зависай. Так, открывайся. Всё. Они открываются. Отлично. Просто рываем. Рываем вперёд и вырываемся отсюда. Так, вот они начинаются. Они нападать. Кстати, мы можем их задавить. Мы их задавили. Задавили. Всё. Блядь. Всё, мы выбрались. Мы выбрались. Уря. Мы выбрались. Всё, отлично. Ну что же, давайте мы... Как нам лучше поступить? Для экономии времени, я думаю, что лучше сразу собрать три детали и отнести их... Кто стреляет? Кто стреляет? Какой тип... Ты чё стреляешь-то, слышишь? Блин. Они, походу, от нас не отстают. Я думаю, что лучше для экономии времени сначала собрать оставшиеся две детали и потом все их уже отнести на главную локацию. По открыванию двери, потому что если я буду по очереди их относить, это займёт очень много времени. Сейчас посмотрим, сколько там прошло времени у нас по записи. А прошло у нас 18 минут. Так, и должны мы успеть за 30 минут дособрать эти оставшиеся две детали. Вроде бы как всё просто, но не тут-то было. Так, и мы отправляемся на следующую локацию по собиранию деталей. Отправляемся мы с вами сейчас на лёгкий уровень. Так. Так, где-то лёгкий уровень. Нет, это не лёгкий уровень. Это самый тяжёлый уровень по собиранию деталей. Ну ладно, тяжёлый так тяжёлый. Что уж поделать. Это самый тяжёлый уровень по собиранию деталей. Тут нам просто про духу не дадут. Поэтому хорошо, что у нас есть гранаты. И нам нужно их довольно-таки экономить. Здесь нам попадутся аптечки. О, отлично. И, кстати, для лукоборосов у нас есть храната-вспышка. Итак, ну что же. Тут что-то подзависает. Кстати, вот это вот пугаюсь очень сильно. Тут вот так подзависает чуть-чуть. А, это рукопашный бой. Разработчики, вы бы ещё в конце игры показали, как правильно надо стрелять из пистолета. Очень спасибо. Я уже всю игру прошёл, они только потом мне показали, что как нужно стрелять из пистолета. Может, вы ещё покажете, как ходить нужно? Нажимать на В, чтобы ходить. В конце игры. Как будто я не знал, что можно. Я прям с самого начала игры уже знал, что можно применять прямой удар, там, сломать шею. Они только сейчас мне об этом говорят. Только сейчас. Ой, какие тупые, ладно. То есть, они думают, что я тупой такой, что я ничего не умею, что я ничего не знаю. Не, ну, разумеется, тот, кто никогда в жизни не играл в Resident Evil 4, особенно, тот, кто никогда не играл вообще никакой Resident Evil, это для него самая первая часть. Вот тот только сейчас, может быть, и поймёт, как нужно бить прямые удары, там, всё такое. А я уже прожжённый игрок Resident Evil, поэтому мне такие вещи объяснять не нужно. Особенно в конце игры. Ладно, это, конечно, не конец игры, но всё равно. Так, у нас тут, кстати, довольно-таки много сокровищ, которые мы потом можем в магазинчике нашему-то продать. Так, ну, на самом деле, это сложный уровень. Хотя, что я делаю, я просто тупо убегаю. Хотя, на этот раз, я думаю, нужно их всех поубивать. Отлично. Ну, просто дадём до сохранения и... И-и-и-и-и закончим эту серию. Вот такая была довольно-таки начальненькая. И интересненькая. Разумеется. Мы же не можем отсюда уйти без деталей. Мне так кажется... Ладно, потом, короче, расскажу по самичкам. Так. Давай подсадим Шеву. Шаман. Пластина Шаман. Блин, мне так кажется, как будто у них... Эээ... Когда мы берём деталь, срабатывает какая-то сигнализация, по которой они понимают то, что мы взяли деталь и начинают нас атаковать. Так. Давай-давай-давай. Шева, держись, держись, я сказал. Спасибо, партнер. And by itself me... And by itself me... Так. Что у нас здесь находится? Ай! 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 Так. Что я делаю обычно в этих ситуациях? Ай, блядь! Ну что же Блять, мало того, что у меня Запись Завершилась на камере Телефона, у меня память закончилась Закончилась, я её освобождал Так я ещё и проиграл И теперь начинаю, разумеется, заново Потому что я проиграл Вот теперь и сложная самая Локация по собиранию деталей Ну что же, мы начнём собирать деталь Заново Ну это я знаю Я не дурак Разработчики, вы конечно такие заботы Вы всё объясняете, но понимаете Дело в том, что просто в конце игры Всё это мне, ну ладно, не в конце игры Но практически в середине игры Всё это мне объясняет, это уже как-то тупо Сами подумают Так что Какую-нибудь ложку давайте Эти все приёмы объяснять Я эти все приёмы наизусть уже знаю Что он умеет шею сворачивать Аперкоты делать Хуки Прямые удары Там, боковые И все эти прочь Сокровища Ладно, всё, идём дальше Короче, какая тут тактика О, курица 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 снесла яичко Отлично Ну, в чём минус яйца Вообще любого, хоть даже золотого Оно, конечно, прибавляет намного больше хп Но оно действует только лишь на одного человека Это фигово Её может применить только один человек Ну, пускай лучше Оно достанется шеви Нож золотое О, курочка Дай мне яичко Яичко, медаль Яйцо давай Яйцо давай Яйцо, я сказал, давай Два яйцо Ладно, я буду давать Яйцо не хочет Не хочет Не хочет человек Ну, чё бы приставать Ладно Так Надеюсь, на этот раз у нас получится Выйти Очень просто Сейчас мы достаем деталь И просто тупо убегаем Вот, Пашеньки Вот Скажи мне Вот, что ты Будешь делать Если к тебе пристанут гопники Правильно Убегаешь То же самое и мы Что мы делаем от этих гопников Правильно Убегаем Просто В прошлый раз Нам нужно было обязательно их убить А потом уже уехать А в этот раз нам нужно Можно убежать Так, это было просто сокровище А теперь мы добываем деталь Давай, давай, давай Давай Молодец Отлично Всё это мы перематываем Так, и теперь просто убегаем Просто убегаем Ай, уходи Уди Так Ты пошёл Давай, давай Взрывайся 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 Всё Просто тупо от них убегаем Нам повезло Что у нас была зелёная граната Можно, конечно Вы думаете Что какой-то трус Но просто их убивать Два часа за мной Залезай ты уже Всё Теперь они нас не трогают Ну что же Всё Осталась последняя деталь Самая лёгкая Её довольно-таки Можно быстро вообще добыть Так что мы её Сейчас это Так, раз снова атакуют Эти тупые Упыри Упыри нас атакуют Ты куда ж ты плывёшь Ты нам в другую сторону Что нам там нужно Пёс На нектурном стороне Господи Ну Крис Какое интересное заявление В воде есть рыба Пашенди, ты знал Что в море есть рыба Я вот не знал Я такой тупой Я не знаю, что в воде плавает рыба Шева, ты молодец Спасибо Такая полезная информация Я правда не знал Что в воде плавают рыбы Я думал, там генот плавает В воде Или ёж плавает Спасибо большое Так, ладно У нас Да, я тоже понял Так, мы Теперь заходим в воду И добываем детали У нас контроль на точках И это хорошо Так, это крокодил Его убивать бесполезно И даже не пытаетесь Ни в коем случае Пашенди И когда ты тоже будешь играть Ты тоже не пытайся Его убить Я тут походу не один Так, Шева компьютерная Знает, что делать Всё Теперь мы просто забираемся По этой лестничке И достаем Деталь Так Господи Откуда Ай Байца Так Просто теперь сворачиваем У Мушеля На Будешь Моей Телке приставать Это моя телка Что, что будешь делать Хорошо, что ты с щитами Их нет Давай Шею Верни ему шею Правильно Правильно Пацанчик Видишь, что быстро не встают В отличие от Африканцев Где-то лежали 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 Можно было ударка Блоком провести А тот Ударку Блоком Уже не проведешь Потому что они уже Быстро очень реагируют И быстро встают То есть они Намного быстрее Вообще реагируют На атаки И вообще у них Реакция намного выше Чем у обычных Африканцев Обычные Африканцы Это же по сути Обычные люди Аборигены Они веками Выживали В Африке Поэтому им Ничего не страшно И у нас Последняя пластина Пластина Ящер А все же Некоторым Можно провести Удар Каблоком Которые не успели встать Но это очень Это очень редкий случай Ну что же Хорошие новости Мы получили Точно заполучили Все три детали Теперь Отправляемся Отправляемся Мы В то место Куда их нужно Все вставить И опасаемся Этих чертовых крокодилов Ай Блин Ну только вообще Близко Вообще уже был Это разумеется Крокодилы Не больше Чем в Resident Evil 2 Как ты помнишь Resident Evil 2 Там с большим Огромным Гигантским крокодилом Эти крокодилы Конечно не такие Гигантские Но они тоже могут Они могут С первого раза Просто убить Короче сделать крит И все Так все Теперь Спокойной душой Мы добыли Все три детали То есть четыре Одна уже вставлена Эти три мы тоже Сейчас уже вставим Так И довольно таки У нас хорошая серия Получилась Озвучка была Только в самом начале Но ничего страшного Потом На втором сезоне Она еще Будет еще много Хорошей озвучки Так что Пошенди Не переживай Все будет у нас Нормально Но мы вставляем Вставляем Оставшиеся три детали Здесь мы собрали Все закрывища Так Раз Два И три Все Дверь эта Открывается И мы просто В высокомостном Времени Прошло 08 Так 08 минут Ну уже примерно 30 минут Мы уже записываем Я так думаю Все У нас сохранение И что хочу сказать По следующему этапу Чтобы не споделить Просто скажу Что этот этап То есть не этот А тот который будет Во второй серии Второго сезона Он будет довольно таки Очень Очень Жесткий Он будет Намного сложнее Чем Первая серия То есть Вот эта Которая сейчас была Ну Все Надеюсь На этом я уже заканчиваю Пацанечку Надеюсь тебе понравилось Понравилась новая озвучка В начале Надеюсь тебе понравилось Как я оделся Как я поприветствовался В видео И Все прочее Ну что Чтобы был я Кирилл Комментирую это видео Комментирую первый сезон Ставь ему оценки Понравился ли он тебе Или не понравился Ну и Удачи тебе Ну и тебе Дима Часи вообще смотришь Это видео И Пока Увидимся во второй Серии Второго сезона Где уже будет Тоже Озвучка Хотя я не помню Но по-моему она будет Или может быть не будет Но в зависимости от Геймплея Все Второй сезон Первая серия Окончена Удачи Пока Субтитры сделал DimaTorzok